Добрый день! Я приветствую всех на своем проекте «История музыки по десятилетиям», и сегодня мы поговорим о музыке 70-х годов XVI века. Важнейшим историческим событием, которое происходит в это время в Европе, стала трагическая религиозная резня, которая произошла во Франции в августе 1572 года. Она получила наименование «Варфоломеевская ночь». Эти события коснулись и музыкальной жизни Франции, причем коснулись весьма негативным образом. В августе 1972 года в результате резни, которую устроили католики против гугенотов, погиб крупный композитор и теоретик Клод Гудемель. Но гонения на гугенотов не закончились в августе 1972 года. Они продолжались и в последующие годы. И спустя девять лет, в 1981 году, судьба Гудемеля постигнет и самого крупного на тот момент композитора Франции Антуана де Бертрана. Его тоже убьют по религиозным соображениям. И, тем не менее, несмотря на разразившуюся во Франции религиозную войну, войну, охватившую все слои населения, в это время в Париже публикуются новые сборники, создается новая музыка. И, надо сказать, музыкальная культура Франции 70-х годов является, если не абсолютным лидером в европейской культуре, то входит в число таковых. Какие здесь были имена и какая музыка? Ключевой фигурой для музыкальной жизни Франции 70-х годов, а может быть и для музыкальной жизни всей Европы, является композитор Антуан де Бертран. В 70-е годы он выпускает подряд несколько сборников со своей музыкой, в которую включены фактически все на данный момент известные его сочинения. Есть основания предполагать, что его музыки было значительно больше, но из всего того, что дошло до наших дней, из всего того, что сохранилось, записано, исполняется, а все его произведения были созданы именно в 70-е годы 16-го века. Прежде всего, это три книги песен на стихи Рансара, выпущенные в 76-м и 78-м году. На данный момент известно более 80 шансон Антуана де Бертрана. Эта музыка многократно записывалась, она выпущена на компакт-дисках, и компакт-дисках еще 20-го века, и уже 21-го. Не все из его шансон полностью доступны в аудиозаписи, так как многие из этих дисков повторяют друг друга, но большая часть наследия Антуана де Бертрана доступна для прослушивания, и в полном объеме доступны все его ноты. Что можно сказать о его творчестве? Из всех авторов шансон, вероятно, именно Антуан де Бертран выводит этот жанр на уровень высочайший. Это уровень лучших мадригалов Италии. Для шансон Бертрана характерны мадригализмы, активнейшим образом им применявшиеся. Мадригализмы – это следование музыки за первыми строфами стихов, на которые музыка положена. То есть, если стихотворение начинается с описания полета души или полета птицы, то музыка наполняется быстрыми мелкими длительностями, которые чаще всего устремляются вверх. Или если, например, в стихах сказано о том, что кто-то плачет, и его слезы падают на траву, то, соответственно, музыка будет изображать вот это нисходящее движение слез. Это относится, как правило, только к первым строкам стихотворения. И получила в литературе музыковедческое наименование мадригализмов. Так вот, такого рода мадригализмы свойственны шансон Антуана де Бертрана. По синтаксису построения мелодических фраз, надо сказать, что Антуан де Бертран просто не имеет себе равных вообще. А пластичность его музыкального высказывания, его оригинальность, непредсказуемость выше всяческих похвал. Интересно и его отношение к ткани. Он очень быстро и гибко модулирует с классической полифонической фактуры, причём как контрастной полифонии, так и имитационной, зачастую сложной имитационной полифонии. Он очень легко может модулировать в гомофонную ткань или в ткань даже, которую можно наименовать в той или иной степени монадической, где один голос будет преобладать над всеми остальными, а остальные будут ему аккомпанировать. Все шансон Антуана де Бертрана написаны для четырёхголосного ансамбля, который он тоже очень пластично делит. Это может быть четыре автономных голоса, особенно это типично для фрагментов, выдержанных в имитационно-полифоническом складе. Он может делить ансамбль на 2 и 2, выдерживая каждый из голосов в дублирующемся в интервал терции или сексты, может делить четырёхголосный ансамбль на 3 и 1. При этом, когда он делит ансамбль на 3 и 1, это не значит, что один голос обязательно поёт мелодию, а три голоса ему аккомпанируют. Это может быть и так, а может быть и решено посредством очень красивых и тонких длящихся педалей, которые типичны для вокальных ансамблей Антуана де Бертрана. Один голос оставляется на педаль, остальные три могут излагать материал как полифонический, так и в гомофонной фактуре. Во второй книге своих шансон Антуан де Бертран использует и микрохроматику, что по тем временам было достаточно большим авангардом для музыки Франции. И микрохроматикой, конечно, во Франции пользовался не только Антуан де Бертран, но в таком количестве, как он, вероятно, конкурентов у него не было. Хотя уже в 16-м столетии при повторных изданиях музыки Антуана де Бертрана микрохроматику оттуда вычистили. Так что она осталась своеобразным экспериментом именно 70-х годов 16-го века. Вся музыка Антуана де Бертрана написана на стихи Рансара, великого поэта, его современника, современника Антуана де Бертрана. Пьер де Рансар создает поистине самобытный стиль, стиль лирической, любовной поэзии с большим количеством метафор, с большим количеством двусмысленностей, интересным использованием фонетики. И все это обыграно в музыкальных стихах Антуана де Бертрана. Надо сказать, что музыкальное воплощение стихов Рансара Бертраном, вероятно, можно поставить даже выше самих этих стихотворений, насколько по-разному к каждому из них подходит Бертран. Все-таки для Рансара свойственна определенная унификация его письма, в то время как у Бертрана каждая из его шансон настолько тонко отталкивается от того образного ряда, который представлен в стихотворении, что дает нам совершенно различные музыкальные картины. И стоит отметить, что музыкальный стиль Антуана де Бертрана очень ровный. Можно обратиться фактически к любому его сочинению, и в той или иной степени вы получите уровень Антуана де Бертрана. Да, безусловно, есть более яркие пьесы, больше удачи, более экспериментальные, те, которые сопряжены с микрохроматикой из второй книги любовных песен Рансара. Но провалов в музыкальном творчестве Антуана де Бертрана не было. Другие композиторы Франции, творившие в это время, среди них стоит прежде всего назвать Гиома Котле. Автор по сей день неплохо исполняется, включается в сборники любовных песен 16 века, выпущены и его авторские компакт-диски. Котле почитался во Франции в 16 веке, это была очень именитая фигура, ему даже посвящал свои стихи Жан-Антуан де Баив, один из наиболее видных деятелей французской литературы, французской поэзии 16-го столетия. В 70-м году Котле выпускает сборник, в который вошли фактически все известные его сочинения. В этом сборнике было 104 шансон, а на данный момент известно 107 шансон авторства Котле. Так что именно в 70-е годы были выпущены все его песни, хотя, скорее всего, большая часть из них была написана не то что в 60-е, но в 50-е, 60-е годы. Многие из песен Котле, так же как у Антуана де Бертрана, были написаны на стихи Пьера Рамсара. В том числе, вероятно, самая известная шансон Котле – это «Малютка, пойдем взглянем на розу», которая многократно была записана на разных дисках, входила в разные сборники. С этим музыкальным произведением очень легко ознакомиться. «Отдал дань микрохроматики и геем Котле», что как раз очень необычно, потому что вообще стиль Котле очень традиционен и консервативен. Песни его не слишком разнообразны, никаких гармонических изысков у него обычно встретить нельзя, и его шансон выдержан, в общем-то, в типичной манере для любовной вокальной лирики Франции 16 века. Модерегализмы там тоже встречаются крайне редко. Это, в общем-то, не тот уровень песен, который можно сравнивать с Антуаном де Бертраном. Однако именно Котле при жизни был сверхпопулярным, сверхавторитетным, и следует сказать, что весьма удивительно то, что Котле в одной из своих шансон обращается к микрохроматической технике. Эта песня называется «Синьор Дьё», и в ней заметно влияние Вичентина, создателя идеи о микрохроматическом четвертоновом интонировании, которое захлестнуло Европу в 60-е и 70-е годы 16 века. Из авторов, которые работают во Франции в 70-е годы, нельзя не упомянуть еще одного. Это Жан Шардевуан. Шардевуан интересен прежде всего не столько как сам композитор, сам автор, сколько как автор переложений, аранжировок. Но каких аранжировок? В 76-м году он издает огромный сборник популярной музыки, в которой делает, в общем-то, беспрецедентный жест. Он берет музыку, полифоническую прошлую эпоху. Ну, в частности, там такие имена фигурируют, как Аркадельт, один из ключевых композиторов первой волны итальянского Мадригала, и перерабатывает всю эту музыку таким образом, чтобы она превратилась в монодиусы сопровождением. Причем здесь речь идет не о том, что он верхний голос отдает сольному голосу, а остальные голоса размещает в аккомпанирующий инструмент. Нет, речь идет о радикальнейшей переработке полифонической музыки и превращении ее в гомофонную. То есть, Шардевуан на основе музыки своих предшественников, а зачастую и создавая музыку с нуля, выпускает сборник гомофонной музыки с монодическим сольным голосом и аккомпанементом. Это подтверждает тот факт, что подготовка перехода к монодической фактуре шла не только в Италии с усилиями флорентийской эмираты, но и во Франции. В еще большей степени этот же факт подтверждают искание Академии Баифа. И прежде всего, композитора, который активно сотрудничал с Баифом в этом направлении его звали Клод Лежан. Клод Лежан самая крупная фигура во французской музыке конца 17 века, однако в 70-е годы он только начинает свой творческий путь. его самые значительные произведения появятся позже, уже в 80-е годы. И в 70-е Лежан входит в Ассоциацию Академии Музыки и Поэзии Баифа и начинает экспериментировать с идеей, которую предлагает как раз Баиф. Надо сказать, что Баиф был не только поэтом, он был лютнистом, он сам сочинял музыку, так что он хорошо ориентировался в том, что такое музыка и какими выразительными возможностями она обладает. Баиф высказывает мнение о том, что необходимо воссоздать греческую монодию и называет это «Мюзик, мюзуре, лантик». В чём была идея этой антикизации? Баиф предполагал, что долгие слоги французского языка должны быть положены на длинные ноты в музыке, а короткие слоги на мелкие ноты. Таким образом, музыка точно следовала структуре стиха и, как полагал Баиф, это приближало музыкальное высказывание к античной музыкальной традиции, пропетой декламации стихотворения. И в 70-е годы Клод Лежон как раз активнейшим образом экспериментирует в этой новой модели, что точно соответствует исканиям флорентийской камераты в Италии этого же времени. Так что попытка реконструкции греческой музыкальной традиции предпринималась не только в Италии, но и во Франции, но шла немножко различными путями, в том числе и из-за разницы в самом языке. Несмотря на то, что большая часть сочинений Клода Лежона была создана не в 70-е годы, к 70-м годам относится одно из самых известных его произведений. Это шансон «Соловей мой милый». Соловей Клода Лежона многократно записывался, так что с этой музыкой тоже можно ознакомиться. Впрочем, эта шансон не особо сложная, относится тоже к традиции консервативных шансон, которые создавал, в том числе и Гийон Котле, Клод Лежон в своем творчестве до 80-х годов. Поэтому экспериментальный шансон мы встретим только у Антуана де Бертрана. Это самая крупная фигура для Франции 70-х годов 16-го века. Что касательно других странах. В Германии, в баварских землях в 70-е годы активно работает один из самых выдающихся композиторов эпохи. Это фламандский мастер Орландо Лассо. Еще в 50-е годы он переезжает в Мюнхен, в котором проживет вплоть до своей смерти в конце столетия. Именно здесь у него в 70-е годы учатся крупные композиторы молодого поколения. В том числе к нему приезжает учиться из Италии Джованни Габриэлли. Это как раз приходится на 70-е годы. Из немецких авторов у Лассо в 70-е годы учатся. Леонард Лехнер важный немецкий композитор конца 16-го столетия, который сам как автор стартует тоже с 70-х годов. В 75-м году он выпускает духовные макеты и вообще его музыкальная карьера, музыкальный стиль складывается к концу 70-х годов. Некоторые духовные сочинения Лахнера исполняются и по сей день, с ними тоже можно ознакомиться в записи. Другой немецкий композитор, который учится у Лассо в Мюнхене в 70-е годы, это Иоганн Эккард. Творческий путь Эккарда как автора тоже связан с 70-ми годами 16-го века, именно в конце 70-х он публикует первые сборники своих духовных сочинений, которые тоже исполняются и по сей день. Так что благодаря стараниям Ласса в Баварии и ближайших к ней землях формируется высокопрофессиональная мощная композиторская школа, что приведет к расцвету немецкой музыки в начале 17-го века. Что касательно самого Ласса, то для него 70-е годы это годы его тотального всеевропейского признания. В 71-м году Папа Григорий 13-й посвящает его в рыцаре. В 73-м году его приглашает к себе король Франции Карл IX. Ласса всемирно известен, Ласса делает выезды в Италию, к Лассе едут из Италии ученики. Ласса это такая ключевая фигура для 70-х годов. Но вот что парадоксально. Музыкальный стиль Орландо Ласса складывается на рубеже 50-х 60-х годов XVI века. И вплоть до его смерти этот стиль не меняется. То есть создается впечатление очень двойственное. С одной стороны мастерство Ласса уникально. Это мастер мирового уровня, это мастер эпохального значения, но он производит свои сочинения как будто бы под копирку. За свою жизнь он создал более 1300 музыкальных сочинений. 1200 из них были опубликованы еще при его жизни. И при этом, если вы слышали хотя бы по одному сочинению Ласса, написанное в разных жанрах, месса, матет, шансон, вы в общем-то и так можете уже ориентироваться в стиле Ласса. Сочинения Ласса отличаются друг от друга прежде всего жанрами, в которых они написаны, а не по времени. Поэтому огромное количество шансон, французских шансон, которые были написаны Ласса, конечно, для 70-х годов уже, во-первых, были весьма консервативными, а во-вторых, они очень похожи друг на друга. Поэтому, несмотря на то, что на 70-е годы приходится просто колоссальное количество шансон, написанных Ласса, особенно на начало 70-х годов, тем не менее, центральное сочинение, в общем-то, стоящее особняком из прочей его музыки это покаянные псалмы Давида. Вероятно, это одно из самых важных сочинений Орландо Ласса и одно из тех, которые нужно вынести за скобки, когда мы говорим о том, что Ласса занимался самокопированием. Потому что, конечно, псалмы Давида, покаянные псалмы Давида, это опус абсолютно уникальный, опус сверхэкспрессивный для музыки религиозной того времени. Очень выразительные псалмы с очень высоким вкусом решённые и очень объёмные, развернутые. То есть, каждый из этих псалмов звучит 20 или даже более минут, полная запись занимает два компакт-диска. Эта музыка записана, с ней можно ознакомиться с нотным текстом, потому что, конечно, если кто-то хочет через одно сочинение приобщиться к музыкальной манере Орландо Ласса, то, наверное, из всего Ласса имеет смысл выбрать именно покаянные псалмы Давида, как наиболее выразительные, наиболее утончённое, наиболее духовное, одухотворённое его сочинение. Для 70-х годов возможно оно в чём-то было традиционно по технике, которая там использовалась, но оно было революционно по той степени эмоциональной выразительности, которая заложена в это произведение. В более поздние годы Ласса уже не создаст ничего более эмоционально насыщенного, более совершенного, чем эти хоры. Что касательно музыкальной жизни Италии, то с ней всё очень двойственно. и двойственно не столько с музыкой 70-х годов 16-го века, сколько с нашим современным отношением к ней. То есть, те главнейшие события, которые происходят в итальянской музыке в 70-е годы, в современной звукозаписи не отражены никак. То есть, нету ничего, ни в каком виде. Поэтому я что-то скажу, что-то расскажу об этой музыке, но большую её часть послушать нельзя никак. Можно лишь обратиться к нотному материалу, чтобы его проанализировать, чтобы его поиграть на рояле или пропеть, но в аудиозаписях его, к сожалению, не существует. Франко-фламандский композитор, переехавший в Италию и активно там работающий, Жьяш-де-Верт в 70-е годы выпускает два сборника мадригалов. Это пятая и шестая книги, датированные 71-м и 77-м годом. Постепенно в этих мадригалах намечается переход к чистой гомофонии, которая стала существенно преобладать над полифонической манерой письма. Особенно примечательной является шестая книга мадригалов Джьяша-де-Верта, которую он внутри книги делит на три микроцикла. Эта тенденция будет подхвачена в последующем другими авторами и станет едва ли не ключевым трендом в мадригальной культуре конца 16-го века. Разделение книги мадригалов на микроциклы, исходя из того, на чьи стихи написаны эти мадригалы, в какой манере написаны или посвященные какому событию. еще один фламандец, живущий в Италии, выходит на композиторскую арену. Его звали Джованни де Мак. Иногда на русском его транскрибируют как Джованни де Маке. В 70-е годы выпускаются первые его сборники, первая его музыка выходит из печати. И несмотря на то, что Мак показывает в своем творчестве большое влияние Луки Моренцо, тем не менее ему суждено было стать крупным композитором-мадригалистом, чье творчество по сей день не забыто, исполняется и радует слушателя в филармонических концертах. Другой автор, который выходит на музыкальную арену в 70-е годы и занимает там очень важную позицию, это Марк Антонио Инженери, один из учителей Клаудио Монтеверди. В 70-м году Инженери переезжает в Кремону, где проживет до конца своих дней. Тут он выпускает целый ряд сборников духовной музыки, получившей широкий резонанс. Это священные песни или священные песнопения с 76-го года выходят сборники, а также выпускает сборник МЕС. Первый из них был выпущен в 73-м году. Обращается Инженери и к светской музыке. В 70-е годы выходят первые его сборники с мадригалами. Музыка этого автора по сей день звучит, несмотря на то, что она демонстрирует достаточно консервативный подход к музыкальной проблематике той эпохи, которую инженери в большинстве случаев игнорируют и ориентируются на стиль 50-х, 60-х годов. Еще один автор важный, значимый в итальянской музыке, который выходит на музыкальную арену именно в 70-е годы, это Джованни Мария Нанина. Это представитель римской композиторской школы, которая как раз с 70-х годов поступает певчим в папскую капеллу в Риме. А именно в 70-е годы выходит первая книга Мадригалов на Нина. К сожалению, большая часть его музыки, которая исполняется по сей день, весьма проблематично датируется. Поэтому сложно сказать, что из того, что звучит сейчас, относится к 70-м годам, к 80-м, к 90-м, и тем не менее, музыка на Нина исполняется, с ней можно ознакомиться, и Мадригалы, и духовная музыка на Нина весьма оригинальны, утончённы и являются едва ли не наиболее ярким примером вокальной музыки римской школы конца 17-го века. Но не только вокальная музыка была в Италии в 70-е годы, и, возможно, самым значимым, самым ярким и самым интересным событием стала публикация в конце 70-х инструментального сборника того композитора, как Джорджо Майнерио. Майнерио вообще уникальная фигура. Уникален он тем, что прославился во-первых сборником музыки инструментальной, для 70-х годов это не очень типично, а во-вторых тем, что на него был обращён взор Инквизиции. Майнерио был культистом, и как поговаривают, участвовал в шабашах и занимался некромантией. Исходя из свидетельств о его некромантических похождениях, им заинтересовалась Инквизиция, однако за отсутствием каких бы то ни было доказательств с ним ничего не сделали. Это удивительно, потому что достаточно вспомнить факт, что в 1600 году на Кампе де Фьори будет сожжён Джордана Бруно. Но Майнерио повезло больше, чем Бруно, от него Инквизиция отстала, однако так как он работал в церквях, ему с тех пор пришлось до конца дней всё время менять место работы, потому что только доходили слухи о его магическом прошлом, как от него церкви избавлялись. Но самым важным в жизни Майнерио очевидно является не факт его занятия некромантией, а факт выпуска сборника, который называется «Первая книга танцев». Это самый важный, самый ключевой сборник танцевальной музыки вероятно во всей второй половине XVI века. Этот сборник многократно исполнялся, есть в огромном количестве вариантов и отдельные танцы и целиком как сборник. И надо сказать, что Майнерио демонстрирует поразительное мастерство. Мелодии его незатейливы, но они стремятся к лаконичности и отточенности противоположной длящейся ткани предшествующей полифонической традиции. Четырехдольные мелодии Майнерио во второй части пьесы, как правило, превращаются в трехдольные и композитор их весьма замысловатым образом варьирует. Мелодии могут быть исключительно монадическими с аккомпанементом как гомофонным, так и бурдонным, могут быть полифоническими, но даже когда мелодии излагаются в полифонической манере, когда танец полифонизирован, тем не менее сама по себе интонационная структура, мотивная структура очень-очень филигранно, отточено, проработано и напоминает уже раннебарочную музыку начала 17 века, а никак не музыку 70-х годов века 16-го. Так что Майнерио был сильно впереди большинства композиторов своего времени. И если учесть тот факт, что его музыка, его танцы написаны просто на четыре абстрактных голоса, они не для каких-то конкретных инструментов расписаны, то ничто не мешало исполнять их на клавесине или органе, как зачастую они по сей день и исполняются. Так вот, если сравнивать танцы Майнерио с первыми опусами английских вирджиналистов этого же времени, то стоит признать, что Майнерио ничем не уступает творчеству того же Уильяма Бёрда. Бёрд, возможно, в большей степени владеет полифоническим письмом, Бёрд более изощренно отдлит музыкальный материал, но у Майнерио сам по себе музыкальный материал ярче, лаконичней, отточенней и ближе к той музыке, которую мы будем знать по музыке 17 века, чем А в случае с Уильямом Бёрдом. Это то, что можно послушать в итальянской музыке этого времени. Однако, самое важное событие, которое происходит в итальянской вокальной музыкальной культуре в 70-е годы, к сожалению, в аудиозаписях не отражено. Дело в том, что в 70-е годы появляется такое уникальное явление, как гибридный стиль в Мадригале. Мадригалы гибридного стиля, к сожалению, не записаны никакие до сих пор. Какие авторы работают в этой манере? Какие ключевые имена мы здесь должны назвать? Это, прежде всего, Мадригалы 70-х годов Андреа Габриэли и канцоны Джованни Ферретти. Два этих автора начинают с разных точек и идут в одну и ту же. Джованни Ферретти никогда не работал в жанре Мадригала. Все его творчество это канцоны. Но канцоны Ферретти от в канцонах своих Ферретти отходит от развлекательного легкого стиля и движется в сторону Мадригала. Что делает Ферретти? Он заимствует из канцоны танцевальные ритмы, очень лапидарные отточенные мотивы, заимствует движения терциями или секстами, но насыщает их Мадригализмами. То есть так же как Антуан де Бертран насыщает Мадригализмами шансон, то же самое с канцонами делает Ферретти. И это было революционно. Более того, его произведения становятся более развернутыми. Они наполняются значительно более глубоким содержанием. Более того, есть ряд авторов, которые считают именно канцоны Ферретти прототипом для последующего формирования ткани триосонаты, где два голоса функционируют как некое единство, движутся терциями или секстами, а один голос, нижний, как правило, автономен. Ферретти зачастую использует в своих канцонах значительные полифонические техники, сложные, насыщают эту фактуру всем тем, что было свойственно для Мадригала в 60-х годах. Андреа Габриэлли наоборот упрощает ткань Мадригала, обращается к значительно более простым стихотворениям. К авторам второго, третьего порядка зачастую пишут Мадригалы просто по случаю на стихи, созданные кем-то к этому моменту. Отказывается от написания Мадригалов на стихи абсолютных классиков, таких как Петра мадригалов Габриэлли Мадригалы зачастую трехголосные, то есть количество голосов сокращается, ткань становится проще, часто это гомофонная ткань, и самое главное, уменьшается количество мадригализмов, а ритмическая структура этих мадригалов часто напоминает танцевальную музыку, то, что было свойственно как раз легкому жанру виланеллам или консонам. То есть идет смешение стилей. По самой музыке, если ее определять по фрагменту нотного текста или на слух, в 70-е годы отличить легкий жанр жанр консоны от высокого жанра мадригала невозможно. Именно это и является характерной особенностью так называемого гибридного стиля. Что касательно музыкальной культуры других стран Европы, то здесь необходимо сказать пару слов о музыке Испании и Англии. В Испании в 70-е годы появляется абсолютный классик. Его зовут Томас Луис де Виктория. В 71-м году Виктория учится у Палестрины и с 72-го года начинается его самостоятельная карьера в качестве композитора. Он публикует первый сборник своих матетов, а в 76-м году выходит второе издание, второй сборник сочинений этого автора. Томасу Луису де Виктория суждено будет стать ключевым композитором Испании конца века. Это один из самых исполняемых ренессансных авторов по сей день, исполняемых и в учебной программе и в концертных филармонических программах, причем как исполнителями аутентистами, так и исполнителями современными, обычными хорами, которые не профилируют в области музыки 16-го века. Так что вот эта ключевая для испанской музыки фигура выходит в свет именно в 70-е годы и надо сказать, что стиль Виктория складывается к концу 70-х годов и в последующие годы, если менялся, то несущественно. Другое важнейшее явление музыкальное происходит в культуре Англии и сопряжено с именем Томаса Таллиса. В 73-м году Томас Таллис создает центральное свое сочинение, а возможно и самое известное духовное песнопение английской музыки в принципе. Это «Спем ин алиум» матет грандиозный респонсорий для восьми пятиголосных хоров, то есть написанный на сорок голосов. Эта музыка многократно исполнялась, есть замечательные записи в интернете, можно ознакомиться с нотным текстом, демонстрирующим потрясающее, уникальное мастерство Таллиса, полифоническое. И стоит признать, что «Спем ин алиум» или как гласит текст этого матета «Ни на кого я не уповал, кроме тебя, Господи». Это сочинение замыкает период сверх многоголосных песнопений и может быть сопоставлено с живописью многих мастеров-миниатюристов той эпохи, когда мы видим первый план, за ним второй, третий, четвертый, и наш взгляд перемещается от плана к плану на этих миниатюрах, и каждый из этих планов проработан столь же филигранно, как и первый план. То же самое мы встречаем и в матете Томаса Таллиса. Чем больше мы в него вслушиваемся, тем в большей степени мы осознаем, насколько тонкая филигранная работа проделана композитором по созданию этого сверх полифонического произведения. Это была вершина сверх полифонии и в то же самое время ее закат. после этой композиции интерес к сверх многоголосью проходит и музыка устремляется к монодии. В 80-е годы во всех странах Европы композиторы все больше и больше обращаются к гомофонной ткани, все больше и больше устремляются на поиски музыки монодической с инструментальным сопровождением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok